Здравствуйте, друзья! Для тех, кто не смотрел всех наших видео, то есть для всех, собственно, почти всех людей, которые у нас тут есть на нашем канале, я хочу сказать, что первое видео я записал где-то в самом конце 2008 года. Вот считай, что получается, 6 лет назад с небольшим. А дальше, где-то в феврале 2009, то есть ровно 6 лет назад, мы были вот в этом самом месте, где мы сейчас находимся. И вот в этом самом отеле мы тогда стояли, и наша внучка Саша, ей тогда еще двух лет не было, сейчас тоже взрослая девушка 8-летняя. Мы были в этом самом месте. И у меня есть плейлист на канале, если вы посмотрите, то там есть, он называется там про Мексику, по-моему, называется Мексика, вряд ли он называется отдельно Пуэрто Воярд, а может быть отдельно, я сейчас не помню точно, но он там есть. И там есть сюжеты, которые мы здесь писали. Мы ходили на экскурсию, где делают текилу, и это, я считаю, очень достойное зрелище. Единственное, что там не было такого разрешения, как сейчас. Мы сейчас пишем VHD, а тогда, может быть, это было 480, там намного слабее, чем сейчас. Но, во всяком случае, мы в этом месте не впервые. И мы по городу снимали там и так далее. У нас довольно много-много там было сюжетов, какое-то количество было. Поэтому, если кому-то интересно более подробно, то оно есть, вот есть такой плейлист. Никакого конкретного плана на сейчас у нас нету особо. Наверное, мы куда-нибудь на экскурсию сходим. Но, в принципе, наша задача сейчас это поддержать молодое поколение, провести время, значит, с внуками, не отрываясь там каждые 20 минут на работу, на какие-то дела, там делаем резюме и так далее. Хотя, я думаю, что надо будет на эти время поработать тоже, потому что есть дела неотложные и так далее. Это как бы такая общая канва, в которой мы вот этот отдых проводим. Там спрашивают, сколько это все стоит и так далее. Дело в том, что я не знаю, сколько стоят билеты, мы их взяли на миле. Мы взяли бизнес-класс, а у нас были миле на кредитной карте. Поэтому, как считай, бесплатно. Хотя понятно, что какой-то расход с этим связан. Так, Светлана. У этого есть цена. А? У этих билетов есть цена. А какая цена? Ну, по-моему, 1650 за два билета бизнес-класса. Туда и сюда. А по две стороны? Угу. Я бы сказал, что это совсем не дорого. Ну, мы брали на дворе. На дворе брали. На двоих. Ну, в общем, тем не менее, мы денег не платили, а рассчитались над этими милями. И номер, в котором мы живем, это полностью все включено. То есть и дринки алкогольные. И безалкогольные. Вот. Все включено, и покусить включено, и так далее. Единственное, что, конечно, там, доллар туда, доллар сюда. Как бы людям, которые в сервисе работают, это как баллон. Вот. Собственно, такая история. Я хочу сказать, что мы так много лет, у нас не было маленьких детей, что абсолютно утратилось ощущение радости от того, что сидишь на пляже, или там лежишь там под каким-то навесом, или там на каком-то топчине, или там в бассейне пулыркаешься. Как-то мы от этого давно ушли. И когда куда-то приезжаем, нас обычно несет на экскурсии, там сесть на машину, объехать, посмотреть и так далее. И вот сейчас, в связи с тем, что внуки, у нас появляется, я думаю, что родителям тоже многое знакомое чувство. Вот. Ты понимаешь осмысленность своего существования, когда ты сидишь у бассейна, и там играешь мячик с ребеночком в этом бассейне, это то, что вот называется quality time, да, вот, то, что ты в семье, а не то, что там работаешь, работаешь и работаешь. А вот еще бывает, что ты с членами семьи время проводишь. Это, собственно, и есть наша цель такая. Так что, друзья, это невероятное ощущение, когда никаких планов нет, и ты никому ничего не должен, в смысле, куда-то бежать, кого-то спасать, чего-то оттуда-то вынимать, в каком-то сроку чего-то сделать, там и так далее. В этом есть свой какой-то смысл, я бы сказал, сермяжный. Во всяком случае, мы начинаем его находить. Так что, отдых продолжается, и всем счастливо и добрый вечер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова